У нас следующее выступление по опыту нашего медицинского бюро расскажет Любовь Сергеевна Краснова, доцент, ассистент профессора в нашем бюро, ученый-секретарь Московского городского научного общества «Терапевт». Потом я немножко дополню, пожалуйста, Любовь Сергеевна, я пока выключаюсь. Да, добрый день. Все слышно? А то я давно не выступала. Все нормально. Все видно, я просто выключился, поэтому мне нужно было включиться. Хорошо. Да, я расскажу один случай с лихорадкой неясного генеза. Это ребенок, это мальчик, 12 лет, который обратился к нам 10 декабря. Основные жалобы у него – это очень высокая лихорадка в течение уже почти трех месяцев, которая либо сама быстро снижается, либо применялись жаропонижающие препараты. Особенность этой лихорадки – это асимметричность, то есть под одной подмышкой высокая, под другой нормальная и отсутствие температуры ночи. Ну, из анамнеза. В середине сентября он перенес острую респираторную вирусную инфекцию. Мазок на ковид был отрицательный, но мы все-таки думаем, что это был ковид. Потом в дальнейшем также антитела к ковиду у него выявлялись. Применялась симптоматическая терапия сначала с положительным эффектом, но через 10 дней примерно температура снова вернулась, уже более высокая, чем была. Ну, и сбивалась сначала парацетамолом, а потом парацетамол действовать перестал. Применялся и буклин, немесил и далее анальгин. Ну, вы видите термометр здесь, да, то есть 42+, зашкаливает. Так, ну, в дальнейшем. Был назначен антибиотик 7 дней. В анализах заподозрили какую-то ревматологическую патологию, но все было в норме. Повышены были и зенофилы, ускоренная роя и повышен СРБ. Это единственное, что было в анализах. Дальше последовала череда различных институтов, специалистов, исследований. Ну, в частности, в институте парацетологии выявлены паразиты и пролечены. От лихорадки он начал получать медром, ну, и изопринозин как иммуномодулятор. Далее иммунологи свое все исключили, направили к психиатрам. И в дальнейшем он с 25 октября в течение шести дней обследовался в детской Морозовской больнице. Ну, здесь входящий диагноз был острый бронхит. При выписке это расстройство вегетативной нервной системы и бессимптомная бактериурия, потому что в моче были выявлены незначительное количество бактерий. Обследовали все, что можно, все инфекции возможные, все возможные биохимические показатели, рифматологические и так далее. Все нормально, кроме того, что немного ЦРБ повышен и общий иммуноглобулин Е. Все остальное в норме. Много и на инфекцию было взято. Эхокардиограмма, УЗИ органов брюшной полости, электроэнцефалограмма, МРТ головного мозга с контрастом, консультации многих специалистов. Все без какой-то информации. Ну, эндокринолог поставил конституционное ожирение. То есть мальчик весит где-то около 60 килограмм. Ну, и назначен курсом Максиклава на вот эту бактерию Урию. Далее. Так, не переключилось что-то у меня. Следующий не могу поставить. Так, да. Ну, естественно, думали психиатрию исключать, но сейчас, так как все централизовано, запись идет надолго, то есть сразу к нему не попадешь. Очень много в течение ноября было всяких, опять же, исследований. Как вы видите, титры к антитела к ковиду появились. Сложности были с вирусом герпеса шестого типа, потому что показали проценты. И обсуждалось, ну как же так, до 12 лет ребенок не переболел, до сих пор получается это невозможно. Надо опять иммунологию смотреть. То есть много-много всего, включая то, что курс преднизолона, метипреда, да, он пропил, здесь у меня опечатка, он пропил в начале декабря. На преднизолоне, ну это всего лишь две таблетки, одна утром, одна в обед. На преднизолоне температура поднималась всего два раза, да, но потом в результате все равно температура вернулась. Как я уже сказала, психиатр, который вот от поликлиники ничего существенного у себя не нашел. При этом мальчик, конечно же, чувствует, когда температура начинает подниматься, ему становится нехорошо, слабость, то есть он это ощущает, подъем температуры. Ну и когда 10 декабря они обратились к нам в бюро, после, ну мы тоже, конечно, строили три теории, да, это инфекционный энцефалит как раз постковидный, как мы много наблюдали, ну скажем так, в те два года ковида, да, когда это было часто, аутоиммунная природа и, естественно, психическая, потому что психиатр конкретно, да, на тот момент еще не исключил до конца свою патологию. Что в анализах, в момент, когда к нам он обратился, конечно, анализов было сделано очень много, и весь, все это выложить я просто физически не смогла. А эузенофилы здесь снизились, то есть, видимо, все-таки паразитов пролечили, да, эузенофилы стали приходить в норму. Но продолжал быть высоким в цирреактивный белок. Ну и фактор Виллибранда, вместо того, чтобы быть низким, да, как бы мы предполагали какую-то аутоиммунную патологию, он, наоборот, был высоким, что, в общем, не имеет никакого диагностического значения. Нами был назначен Эликвис, 5 мг два раза. На его фоне где-то дней через 10 вроде как отмечалось небольшое снижение температуры с 42 до 40, но все равно она, температура, сохранялась. И так как основной версией у нас оставалось центральное происхождение лихорадки в результате аутоиммунного энцефаломиелита на фоне ковидной инфекции перенесенной, то мы в виде пробного лечения решили применить колхицин в дозе 5 мг два раза в сутки. И на фоне приема колхицина температура не была в течение двух с половиной недель. Потом она опять вернулась. В промежутке на приеме колхицина появились такие летучие боли, то там, то здесь, то бедро, то плечо, то лодыжка, то еще что-то. Дополнительно наконец-то подошла консультация психиатра в Центре психического здоровья. Ну, здесь они назначили какие-то дополнительные свои исследования тоже, которые проводились не сразу, например, вот электроэнцефалография, только вчера вот повторно удалось сделать. В конце мы ее покажем. Температура вернулась, то есть колхицин перестал работать. Ну и на фоне того, что появились вот эти боли, мы подумали, что может быть все-таки опять как-то с ревматологами связаться. Да, мы же знаем, что очень часто при патологии ревматологической не сразу все симптомы вылезают, а очень часто именно начинается все с температуры. Но нет, смотрели многие специалисты в Центре здоровья детей, и свое они все-таки патологию не нашли. И стали мы измерять температуру по пяти точкам. Здесь вот вы видите много графиков, думали, может быть, будет какая-то закономерность, то есть это две подмышки, ухо правое и левое, и ректально. И закономерности никакой нет. Да, и ректально она очень высокой, до 42 никогда не поднималась. Что в итоге? В итоге 23 января повторная консультация психиатров, где было принято решение добавлять аминозин по чуть-чуть, и на 15-й день фенлепси. И где-то через неделю после приема аминозина температура стала реже возникать, и если она возникала, то практически всегда пропадала сама. И сейчас ее даже не удается просто зафиксировать, то есть она возникает очень на короткий срок. Ну, здесь вы видите, они приобрели электронный термометр с датчиком, который можно закрепить, который постоянно показывает, измеряет температуру. И вот на связи с нами папа, он всегда говорит о том, что я не успеваю добежать, или сын не успевает сфотографировать, что иногда даже скачок был до 44 на этом датчике. Представить, конечно, что такая реальная температура есть, это запредельное что-то. Ну, и мы решили, что колхицин надо, наверное, отменить, остается только и ликвиз, и терапия, назначенная психиатрами. Опять не переключается у меня на последний слайд. Так, а энцефалограмма… А где энцефалограмма-то, Андрей? А где энцефалограмма, она же была? Андрей Павлович, ты не встал. Я же присылал повторную. Нужно же было поменять. Ну, сейчас покажем энцефалограмму, да. Прочитать. Пока тут вопрос, почему назначены ликвизы и как долго. Потому что мы понимаем, что это поражение головного мозга, постковидное. Оно лечится долго. Ну, я могу прочитать заключение. Нет, ну, пожалуйста, там. А, вот, да, отлично. Ну, для меня сложно, Павел Андреевич. Хорошо, дайте я прочитаю, поскольку я дополнительно проконсультировался. Значит, основной ритм ниже нормы на 2-3 герца, что может быть связано с лекарствами. Диффузные изменения. Ну, какие-то непонятные. Снижение функционального состояния коры головного мозга. Тоже может быть связано с лекарствами. Вот. Что здесь важно? Наблюдаются затылочно-теменно-центрально-височные отведения, какие-то изменения. Да. И однократно пароксизмальная вспышка глубинного генеза стволовых структур головного мозга. Ну, сейчас я попробую это показать. Вот видите, здесь такая странная картинка. Да, вот все идет как-то ровно, и вдруг какая-то вот такая вспышка. Я, конечно, не специалист по электроэнцефалографии. Я проконсультировался, мне сказали, что да, это очень напоминает какой-то выброс из гипоталямо-гипофизарной области. Причем это имеется лотеризация, то есть это не равномерно справа и слева, а это справа. Хотя они пишут про левую акцент, но на самом деле это правосторонний акцент, тогда понятно, ну, как обычно, у нас повреждение в голове справа, а проявляется это слева. У ребенка, как мы знаем, именно под левой подмышкой очень высокая температура. Вот. Ну, собственно говоря, вот такая вот история. То есть это может быть, по заключению специалистов по энцефалографии, это может быть органический процесс, в том числе постковидный, и необходимо еще раз провести МРТ для того, чтобы конкретизировать эту ситуацию, посмотреть, как она выглядит. Ну, прицельно уже делать, да, не так, как это было сделано. Так, что-то там какие-то были вопросы, про прививку я ответил, но я думаю, что ему не делали, потому что у нас детей все-таки не проверяли. Возраст ребенка 12, там написано, ребенку ликвиз дается по массе тела, 60 килограмм у ребенка, значит, 5 миллиграмм два раза в сутки. Вот. Так, что-то еще, какие-то вопросы к Любови Сергеевне есть? Если нет, тогда я... МРТ, я же написал, что было уже МРТ, но нужно делать еще раз. Вы же слушаете, видите, там написано, необходимо МРТ. Было МРТ с контрастом в Морозовской, он консультирован нейрохирургом. Ну, не очень прицельно, но мы его не видели, поэтому, скорее всего, придется повторять. Ну, посмотрим. Это не отменяет всей терапии, которую мы проводим. Тогда, ну, как же нет, у нее нормальная температура. Ну, друзья мои, вы что слушаете-то, ну, что ж такое-то? Вам рассказывают, что на протяжении уже, там, полутора месяцев у него сначала температура снизилась, потом нормализовалась, потом был рецидив, и сейчас на аминозине уже месяц температура нормальная. Так, можно тогда мои слайды поставить? Значит, дело в том, что мы вот не привыкли к этой теме лихорадки центрального генеза. Мы немножко, как бы, посмеиваемся, что за невроз такой. Ну, вот мы встречаемся с таким не первый раз. Мы с Любовью Сергеевну уже имели счастье или несчастье вести девочку с похожей клиникой, да, но там, правда, температура не была 42 градуса, там температура была пониже, да, но тем не менее мы не справились, и, насколько я понимаю, уже на протяжении двух лет нашего уже наблюдения температура остается. Значит, я напомню, что у нас температура тела регулируется гипоталямусом, да, это так называемая установочная точка. Значит, все, что касается воспаления перогенов, экзогенных, эндогенов, эндогенных, воспаления с участком, с участием макрофагов, все это приводит к выбросу простагландина, и дальше это воздействие на гипоталямус. Гипоталямус, он фактически регулирует теплопродукцию и теплоотдачу. Значит, он как бы считает, что та температура, которая к нему приходит, она нормальная, и в зависимости от того, что у него там в голове крутится, гипоталямус, он может считать высокую температуру нормальной и низкую. нормальной. Ну и, соответственно, вот это смещение установочной точки, оно приводит к включению факторов повышения или же понижения температуры. Я немножко сумбурно, потому что на самом деле я до конца сам не понимаю, мне кажется, никто ни черта не понимает в этом до сих пор, потому что мы знаем только вот эти вещи, что прямое повышение это мышечный спазм, озноб, сокращение мелкой дрожания мышц, централизованность кровотока, когда человек бледнеет, у него все уходит внутрь, повышение артериального давления и увеличение печеночного кровотока, как аккумулятора тепла. Вот. Также есть косвенное повышение за счет выделения сала, волосы дыба, мурашки, термосохраняющая поза калачиком, но это при реальном переохлаждении. И, наконец, понижение температуры это излучение, покраснение кожи, потоотделение, учащенное дыхание. Таким образом мы снижаем температуру. Каким образом может подняться локальная температура, я вам ответить не могу. За исключение мышечного спазма. Вот ревматологи, которые начали насмехаться над нами, ну, над нами легко в этой ситуации насмехаться, потому что мы сами не знаем, что с ребенком. Они показали отцу даже, что под левой подмышкой у него повышается температура, в это время у него резкий спазм мышц подмышки, так что оттуда даже трудно вытащить руку. А под правой подмышкой этого нет. Может быть, за счет этого мышечного спазма такая локальная реакция, но мы обращаем внимание, что мы измеряем в пяти точках, то есть мы измеряем эректальную температуру и в разных местах, и когда она повышается под левой подмышкой, она повышается везде, но везде она повышается меньше, чем локальная. Значит, характерное отличие лихорадки центрального генеза, что она может не сопровождаться тахикардии, а с новым под отделением, как обычно при инфекционной лихорадке, и главное, что она устойчива к действию антипериетиков. Если вы отмотаете назад и вспомните ковид, он начинался с того, что все говорили, ах, парацетамол не помогает. Он не помогает потому, что при ковиде лихорадка центрального генеза. Мы с самого начала об этом говорили, зацепились, и везде говорили, что не надо парацетамолом травить людей, дайте анальгин. Анальгин работает при лихорадке центрального генеза. Значит, что мы знаем про эти лихорадки, связанные с головным мозгом? Ну, лихорадка после черепно-мозговой травмы, после острого инсульта и субрахноидального кровоизлияния. Ну, есть данные, что у трети больных с неврологического профиля в отделении интенсивной терапии лихорадка не имеет решения. Значит, вот смотрите, тоже данные там Оливера и прочих 2001 года 38 имели фибрильную температуру и у 26% инфекционный источник лихорадки не был обнаружен. И антиперетики, обычный НПВС, куда относят парацетамол, эффективны менее, чем у 10% больных. Я обращаю ваше внимание, что иностранщины не знают, что такое анальгин. Они его отменили, сказали, что он токсичен и вреден, поэтому мы знаем, что такое анальгин, и как он замечательно работает и абсолютно безопасен. А они травят своих людей парацетамолом, от которого садится печень. Это попутно. Злокачественная генетически аутоиммунно доминантно наследуемое заболевание, которое дает гипертермию в одном случае из 10 тысяч или из 220, там разные цифры, как вы видите, анестезии у взрослых и гораздо чаще у детей. Значит, причиной этого является воздействие препаратов всех галогено-содержащих ингаляционных анестетиков и мерилоксанта субценил холина. Резкое неконтролируемое повышение метаболизма, сокращение скелетных мышц, резкое повышение потребности кислородии, резкое повышение температуры тела. Она на самом деле довольно смертельная в злокачественной гипертонии, про нее надо знать, потому что ее довольно легко лечить. Значит, естественно там развивается ДВС-синдром, полиорганная недостаточность в течение суток. Желательно этого больного пролечить дантроленом. Будьте любезны запомнить этот препарат. Дантролен наконец зарегистрирован в России с позапрошлого года, до этого его завозили, он был в России, его можно было достать, но вот так официально назначить было его невозможно. Ну и симптоматически естественно прямые антикоагулянты, свежезамороженные плазмы и плазма ФРС, как при любом ДВС-синдроме, вне зависимости от того, каковы его причины. Серотониновый синдром. Еще одна лекарственно обусловленная тема, злокачественная, ну не злокачественная, тяжелая, гипертермия, обычно это трептофан, наркотики, который повышает серотониновую передачу. Значит, если несколько препаратов, то вероятность такой развития серотонинового синдрома достаточно высока. Это дозозависимый побочный эффект. Лечение обычно симптоматическое, можно использовать экстракорпоральные методы очищения крови, чтобы снизить количество препаратов крови, но и при ДВС-синдроме прямые антикоагулянты, свежезамороженные плазмы и плазма ФРС. Протекает примерно так же, как злокачественная гипертермия. Фибрильная шизофрения. Ну, наверное, многие про это слышали. Термин теперь считается неправильным. Правильным считается фибрильная кататония, потому что это оказалось не всегда шизофрения. Но главное, что это кататонический симптом. Вы знаете, кататония – это человек находится в определенной позе, часами, днями, годами иногда. Вот, чаще встречается при аффективных расстройствах, но главное, что первым признаком фибрильной шизофрении является подъем температуры. Вот, там различная психопатическая структура, я не думаю, что мне нужно это все вам зачитывать. Вот, еще раз повторюсь, гипертермия здесь идет на первом месте, а дальше бихорадочный блеск в глазах, сухие губы, кровоподтеки, сухой язык, гиперемированная кожа и довольно часто булезное высыпание с образованием пузырей, с геморрагическим содержимым, развитие разивных поверхностей, которые плохо заживают. Вот эта булезная токсидермия является непосредственным проявлением фибрильной шизофрении. Вот, и тут меня немножечко начинает, у меня вопрос возникает, потому что мы такую штуку видим при, опять же, постковидном и ковиде остром, и это явно связано с аутоиммунными процессами, обусловленными, вызванными вирусной инфекцией, и поэтому я не исключаю, что фибрильная шизофрения тоже может быть результатом каких-то вот инфекционно обусловленных аутоиммунных заболеваний. Ну и лечение интенсивной симптоматической терапии плюс аминозин, обращаю на это ваше внимание, что при фибрильной катетонии применяется аминозин, собственно говоря, то, что используется в нашем случае. Совсем новые заболевания анти-ННДА рецепторный энцефалит. Значит, тяжелая форма энцефалита с возможным летальным исходом проявляется, выявляются антитела к определенному вот это НМНД рецептору. Значит, ассоциировано с тератомами яичника, но не во всех случаях это обязательно бывает, может провоцироваться герпесом. Вот, при этом при энцефалите постепенное начало, смена фаз, сначала ОРВИ подобные синдромы, но потом начинаются неврологические нарушения, апатия, отсутствие эмоций, депрессия, страх расстройства кратковременной памяти, затруднения в пользу электронной техники, слуховой, зрительной галлюцинации и шизофреноподобные симптомы. Через две недели начинается реактивная фаза, тоже напоминающая кататония, обращаю ваше внимание на это, кинезия, мутизм, человек не отвечает на вербальные команды при открытых глазах, насильственные гримасы, вот, ну и так далее, то есть дальше вот этот гиперкинетический период с различными движениями, облизыванием губ, жеванием, позы пальцев рук, там какие-то сложные и так далее, ну и в течение двух месяцев постепенно симптоматика исчезает. Значит, назначают глюкортикстероиды, внутривенные иммуноглобулины, моноклональные эти тела типа риктоксимаба, а также обращаю ваше внимание на плазмоферез. И опять у меня вопрос, что это все-таки какой-то аутоиммунный процесс, раз плазмоферез тот помогает. судороги лечится как судороги, понятные нейролептики. Вот, ну и поскольку герпетический энцефалит при герпесе похож на связанный с другими причинами, то многие больные получают ацикловир до установления окончательного диагноза. Ну, мы обсуждали герпетические возможности, но никакого энцефалита мы тут не видим, в этом вся проблема. Мы ничего худого не видим, кроме 42 градусов. Ну, 44 это электронный термометр, сбросим, что это все-таки неточное измерение. Ну, 42-то это же термометр вам показали, он же ртутный, тут-то сомнений нет. Вот, поэтому, конечно, такого вот прямого энцефалита мы не видим. Эпилептический статус бывает у нас, как вы знаете, птимали, малые припадки, в том числе они могут сопровождаться гипертермией. Поэтому мы так настойчиво делаем ему электроэнцефалограмму в надежде найти какие-то может быть все-таки эквиваленты птимали. Ну, вот что-то у нас там появилось однократно. Ну, посмотрим. Стимуляция ему проводилась в этот раз тоже, и у Морозовской была стимуляция. Он не отвечает на стимуляцию, то есть ритм ему не навязывается. Это значит, что... Это не значит, что у него нет судорожной готовности. Вот в чем проблема. Это значит, что мы ее не увидели. злокачественные нейролептические синдромы. Еще одна тема лекарственная при приеме нейролептиков. Острая фибрильная лихорадка, нередко с ДВС-синдромом, с полиорганной недостаточностью, со смертью. Но я уже не буду повторяться, что все это лечится симптоматически. Плюс терапия ДВС-синдрома, про которую мы уже тут столько раз говорили, что это все лечится антикоагулянтами прямыми, плазмой, плазмофорезом при необходимости. Тоже такой синдром есть. Ну и мы видим, что ничего из известных лихорадок центрального генеза, описанных в литературе, нельзя приложить к этому больному. Получается, что симптом-то у него есть, а болезни вроде как и нет. Понятно, что мы вторгаемся в чужую епархию психиатров, но нам кажется, что это у больного стоит описать в научной литературе, тем более, что только под нашим наблюдением не единичный такой случай, как минимум, это второй случай у ребенка, которого мы наблюдаем. И мы еще напоминаем, что при ковиде, в постковидном синдроме у многих больных температура снижается, а не повышается, причем снижается серьезно ниже 35 градусов при повторных измерениях. И речь идет не о единичных наблюдениях, а о десятках процентов таких больных. То есть, совершенно очевидно идет поражение точки, регулирующей температуру, как в сторону повышения, так в сторону понижения. Но вот особенно такие вот случаи тяжелые мы вылавливаем и пытаемся их лечить. Мы лечим так, как мы лечим постковидный синдром, это антикоагулянты. Мы начали постепенно применять колхицин, потому что есть сообщения о его эффективности в постковидном синдроме. Ну, в данном случае нам трудно сказать, помог ли колхицин или нет, но точно от него хуже не было. Ну, во всяком случае, мы сейчас думаем, что мы оставим больного на эликвисе дальше. Да, кстати, там был фактор Виллибранда. Фактор Виллибранда появляется при нарушении функции эндотелия сосудов. Это прямое указание на наличие эндотелиоза, то есть это как раз фактор гиперкоагуляционного синдрома, поэтому Эликвис тут абсолютно показан. Вот, но мы знаем по нашим наблюдениям, что, к сожалению, та лабораторная технология, которой мы владеем на сегодняшний день, она не всегда позволяет выявить нарушение гемостаза. Ну, что делать? Антикоагулянты в основном в мире назначаются без каких-либо лабораторных исследований. Профилактика тромбоэмболии легочной артерии, как вы знаете, проводится без лабораторных исследований. Профилактика тромбозов, тромбоэмболического и шимического инсульта проводится без всяких исследований гемостаза. Просто по протоколу, по рекомендациям дается доза для Эликвиса это 5 мг 2 раза в сутки, для Ксарелта по нашим данным это 10 мг 2 раза в сутки, хотя фирма рекомендует 20 мг однократно, но мы считаем, что лучше 2 раза, и для Продакса это 110 мг 2 раза в сутки. Вот такое лечение, мы этому больному будем продолжать и за ним наблюдать. До какого временного периода можно считать постковидный синдром у переболевших? Да и 2 и 3 года точно мы видим, что это все продолжается. Есть больные, у которых это рецидивирует, они начинают прием и ликвиса, попьют месяц-другой, бросают, у них симптоматика возвращается, мы их вынуждены обратно сажать на антикоагулянты, то есть эта ситуация довольно долгая. Как всякая аутоиммунная патология, она волнообразно течет, кроме того, она может запускаться повторными болезнями и не обязательно это связано с ковидом, любые другие инфекции тоже могут запускать эту ситуацию. Можно ли ориентироваться на РФМК? В чем ориентироваться? В диагностике мы на это ориентируемся, еще раз повторяюсь, у 75 примерно процентов, я на память сейчас у нас в статье все цифры приведены, у 75 процентов с постковидным синдромом РФМК повышены. Но отмена антикоагулянтов это никак не связано. Мы просто подтверждаем, как научные деятели, что есть косвенные признаки внутрисосудистого свертанной крови, это РФМК. Вот, ну, давайте еще какие вопросы, потому что у нас вопросов пока очень много. Мы не знаем, как, например, обозначить этот диагноз. Термоневроз, ну, что-то у меня как-то вот не лежит душа к такому названию. Хотя, может быть, это правильное название. Ну, еще по литературе, конечно, пошарим. Потому что наш поиск, на самом деле, в начале, как вы понимаете, мы искали все, в первую очередь какие-то ревматические болезни, воспалительные заболевания, но постепенно мы все это сузили до патологии центральной нервной системы, но все-таки воспалительного аутоиммунного тромботического такого характера. Да, еще что я могу отметить здесь, за что я бы убил бы, будь я рядом, это за назначение преднизолона без, именно от лихорадки, без всякого диагноза. Дело в том, что лихорадочные синдромы, как вы знаете, они могут сопровождать заболевания крови, злокачественные, да, лимфограмматоз, острый лейкоз и так далее. И в этом случае дача преднизолона полностью уничтожает возможность провести диагноз. если бы ему хотя бы была бы выполнена стернальная пункция, но они этого не сделали, уже можно было хоть как-то говорить, если бы они хорошо просмотрели все лимфоузлы и не нашли бы там ничего, а если нашли бы увеличение, сбиопсировали, тогда да, тогда можно делать преднизолон. Но просто так, вот с бухты барахты, без всякого понимания, что с больным, а у нас на тот момент никакого тоже понимания не было, преднизолон давать не надо. Да, если речь идет о постковидном синдроме, который четко выявляется с помощью нашего опросника, наш опросник довольно хорошо его выявляет, в этой ситуации, конечно, преднизолон можно и нужно давать, но в остальных случаях это неправильно. Какие еще вопросы, друзья? Нет вопросов, все поражены, мы тоже поражены, 42 градуса никогда в жизни не видел. Кстати, все спрашивают, а кровь не сворачивается, а белок не разрушается? Да ничего мы не видим, никакого разрушения. Я думаю, что сама вся температура не так важна, а вот кататонические все вещи, фактически это ведь синдром длительного сдавления, когда у вас мышцы сжались, там начинается рапдомиолиз, он везде написан, я просто не стал его приводить, при всех этих заболеваниях гипертермических с поражением центральной нервной системы везде описан рапдомиолиз, это всегда синдром длительного сдавления, такой своеобразный синдром длительного сдавления. Как сейчас протекает ковид? Да, черт, это вроде довольно легко, легче, легче. Да, никакого тяжелого ковида мы не видим, и истерики по этому поводу нет. Другое дело, что мекоплазма очень много. Сейчас вот в Хукете там явно вспышка мекоплазмы, я даже сегодня статью дал по этому поводу, потому что по описанию это 100% мекоплазма. И видишь, что мекоплазма стала тоже меняться, она раньше не давала лихорадки, и давала очень высокую потливость, сейчас она идет с лихорадкой без потливости. Но главный ее признак это тяжелый приступообразный кашель, ну, слабость тоже достаточно выраженная. Вот, и лечится это все 10-дневными курсами азитромицина или его аналогов. Клацит сейчас применяют. Ну, клацит, да. По мекоплазме пока тихо, это вы так считаете. Они что, исследовали мекоплазму, они пишут про вирус неясного генеза. Я читал эти все сообщения, нет там никого вируса, это типичный мекоплазм. Но мы это в Москве видим сейчас просто через одного. Иммунитет против мекоплазмы не существует. К сожалению, можно заболеть повторно. И это циркуляция в семье бывает, что один переболел, пролечился, потом заболевает второй, тоже пролечился, потом заболевает первый. И так это может протекать циркулярно. К сожалению, и с иммунитетом против мекоплазмы плохо. Восток Таиланда от запада Таиланда для меня ничем не отличается. Я вам еще раз повторяю, там сейчас в Таиланде идет вспышка мекоплазмной инфекции. Это однозначно. Никакого нового вируса там нет. Но охота верить во что-то другое. У меня нет возражений. Почему так много мекоплазма? Она периодически возникает. Был период, я сейчас года не вспомню, лет, наверное, 15 назад, когда 80% всех воспалений легких у детей были вызваны мекоплазмной инфекцией. Потом она прошла, а все инфекции так текут, они вспыхивают, потом уходят, уходят, уходят иногда до нуля, и потом снова вспыхивают. Посмотрите, с холерой история, да, очень характерная такая динамика холеры, то она вспыхивает во всем мире, причем вот сейчас идет вспышка холеры. Потом она до нуля падает, а потом снова вспыхивает. Ну, какие-то циклы жизни микробов в нашей с вами среде. Вот. Ну, собственно говоря, вот мы в волшебной пуле, Андрей Александрович показывал эти графики несколько раз. Вот. Ну, хорошо, может быть, хламидина, я не возражаю. Значит, пневмония при пневмоплазной инфекции это необычная пневмония, она не переходит. Ее можно выявить с помощью КТ любимого в семье в виде там стекловидного тела в середине легкого. Ну, это я утрирую, шучу. Вот, но она не дает пневмонии как таковой, она не дает одышки, она не дает мокроты, и в этом неприятность. То есть, вы на рентгене что-то видите, а физикально нет, и клинически тоже, в общем, это не пневмония. Ну, хорошо, тогда, если...